Всем привет! С вами канал AlexDNPro. В этом выпуске мы поговорим о таком замечательном герое, как Капитан Дрейк. Такой пушкарь, так сказать. Посмотрим его уникальные способности, таланты. Поговорим немного о просвещении. И посмотрим этого героя в действии. Давайте для начала посмотрим, как он будет себя вести. В двухсотом уровне. Заходим вот сюда в магазин осколков. Находим нашего Капитана Дрейка. 81 тысяча жизней и 4,5 тысячи урона. Что же касается скорости перемещения, то она средняя. Скорость урона, конечно, скорость атаки не очень. То есть, чуть меньше одного удара в секунду. Так, облики. Также есть уникальные облики. Добавляют плюс 400 атаки. То есть, другими словами, ускоряют скорость атаки. На 400. На 33 процента. Итак, значит, у него есть пушечный зал. Его основная способность. 90 процентов урона 4 случайным целям. И оглушает их на полторы секунды. Также снижает получаемый урон на 45 процентов. А вот теперь встроенные. Реанимация пятого уровня. Быстрое восстановление энергии. Кулдаун 3 секунды. То есть, каждые 3 секунды капитан Дрейк будет выстреливать пушечным залпом, так сказать. Запускает ядра. С повышением уровня способности урон увеличивается. Количество целей поражаемых увеличивается. И снижается получаемый урон. То есть, сопротивляемость урону возрастает. Так, давайте посмотрим этого героя, который есть у меня сейчас. Я его начал тренировать сравнительно недавно. То есть, 120 уровень у него пока. По сравнению со 146 уровнем рыцаря. Как вы видите, да? Урон у рыцаря 146 уровень. Еще раз повторюсь. 3,5. А жизни 21 тысяча. У капитана Дрейка жизни чуть больше, чем в 2 раза. Коэффициент где-то 2,3. Вот так вот получилось. И это для 120 уровня только. Звезда 7. У рыцаря же 8. У меня стоял рыцарь. Пришло время его сменить. Я выбрал капитана Дрейка. Теперь давайте посмотрим, что же у него за руны. Какие руны, какие таланты ему лучше всего было бы поставить. Поскольку его основная способность это урон. То есть, выстрел урона. То ему желательно было бы поставить талант бог войны. То есть, увеличение урона. Так же не было бы лишним и воскрешение. Но воскрешение в данном случае у меня стоят руны. То есть, 10% воскрешение будет. Ну и снижение урона. Если вы будете использовать его конкретно как танк. Можете, да. Талант еще использовать стойкость. Талант вот еще хорошо подойдет. Талант, который добавляет и урон и жизни. Можете такой талант использовать. А так же талант снижающий урон. Ну или отражающий. Кстати, тоже огненный щит. Если у вас руны только слабенькие есть еще. Можете поставить на него огненный щит. Но, скажем так, на мой взгляд, это не самый удачный вариант. От руны или талант. Там же смотрите сами. Так, давайте посмотрим теперь на наше просвещение. Так, просвещаем. Итак, данный уровень 67 дает 19 тысяч жизней. И полторы тысячи урона почти. Как я уже говорил в предыдущих выпусках, что просвещение до 80 уровня зависит только от количества вашей манны. Сами кристаллы синенькие практически не расходуются. Поэтому все герои, которых вы прокачиваете, должны максимально быть просвещены хотя бы до 80 уровня. Те, которые вы качаете уже совсем серьезно. Там, где у вас, так сказать, все поставлено на поток. Вот, нужно уже качать дальше. Ну, вот, допустим, череп у меня, да, уровень 86. 290 тысяч. Здесь 340 уже тысяч. Здесь 470. Вот, ну и 560 тысяч этих синих кристаллов требует князь тыква. Что же касается состава команды. Как вы уже, наверное, знаете, в командах есть уронщики, те, которые наносят урон, есть танки, которые принимают на себя, есть поддержка, то есть, которая усиливает вашу команду, там, лечат. В данном случае один лекарь минимум должен быть в команде. Если у вас их будет 2-3, то они будут хорошо учиться, ваша команда вся. Но урона не будет. Поэтому пытайтесь найти какую-то золотую середину, какой-нибудь баланс. В моей же команде на данном этапе это князь тыква. Он усиливает всю команду, причем очень прилично. Пока что есть еще друид. Я буду его менять, как только получу более подходящего героя. Но, в принципе, он мне нужен пока еще. Также череп, ворожей, малышник. И вот получился у меня новый герой сейчас пушкарь, наш капитан Дрейк. Давайте же посмотрим, собственно, его в действии, как он работает, наш пушкарь. Где можно использовать пушкаря? Пушкарь, в принципе, этот капитан Дрейк используется практически в любой зоне подойдет. Смотрите. Мы его только выгружаем, а он уже стреляет. То есть он хорошо подойдет как для обороны, как для нападения на вражеских героев, так и для арены. То есть он на полторы секунды будет выводить из строя вражеских героев. Ну, как бы одним пушкарем мы здесь не ограничимся. Добавим еще наших двух знаменитых героев, которых я всегда использовал для нападения в рейдах. И смотрите, что у нас получается. В принципе, здесь, если правильно прокачаться, то каждый из этих героев может в одиночку уничтожить вражеские строения. Как малышник, так и пушкарь, так и ворожей. Давайте еще раз нападем. Только как-то мало было ресурсов совсем у этого героя, вражеского противника. Вот здесь вот будет поинтереснее. Что касается рун. Какие руны... Возьмите, не рун, простите, а питомцы. Какого питомца поставить на пушкаря этого? Смотря как вы используете вашего героя. Если вы используете его как одиночного, скажем так, как босса, который сам нападает на вражескую команду, то ему обязательно нужен будет карасик. Так же ему подошли бы руны или таланты с перекачкой. Если же вы нападаете какой-нибудь командой, в которой есть доктор, так скажем, хиллер, то в принципе эти руны особо не нужны. Но, кстати, что касается опять же этих докторов. В команде желательно, чтобы они были, как я уже сказал. Даже если вы нападаете малым числом. Потому как всегда можно напороться на мину, можно подстрелять на какого-нибудь опять же того же капитана Дрейка или что еще хуже на стрелка. Кстати, обзор стрелка скоро будет полным ходом. Так, чуть-чуть сейчас скажу вам, что стрелок пожалуй, один из самых высокоэффективных героев, которых можно использовать как в рейдах, так и для защиты базы. Может быть, даже нам сейчас попадется этот герой и вы сами все увидите. 600 тысяч. Вот то, что нужно. Вот манна, в принципе, она почти не расходуется на строение те же. а вот что касается просвещения, то здесь, да, здесь пока ваш герой не достиг 80-го уровня просвещения, манна ой, как нужно. И в данном случае соперник не поленился ее накопить. все, выходим из боя. Как вы видели, моих героев убили, но у них был талант или руна с воскрешением, поэтому мы сразу же вышли из боя, тем самым сохранив наших героев. Нападем, пожалуй, еще разочек, чтобы сразу повысить два уровня просвещения. 130, ну, тоже нормально. И давайте посмотрим, все-таки, может, нам попадется сейчас стрелок. Кстати, что касается капитана Дрейка и малыша Ника. У них схожие таланты в плане замедления обездвиживания противника. Что один, что другой используют таланты замедляющие противников или останавливающие. В данном случае оглушение и заморозка. Очень кстати, когда противник по каким-то причинам начинает на вас бежать. Что же касается плюсов капитана Дрейка. Это большое количество хитпоинтов жизни. Из минусов можно отметить низкую скорость атаки, а также отсутствие дистанционной атаки. Для того, чтобы поразить цель, ему обязательно необходимо подойти вплотную к цели. Где тот же ворожей или малышник к примеру могут атаковать через стену, то наш капитан Дрейк обязательно должен стену обойти и тем самым напороться на засаду вражескую. Так, смотрим, кто у нас здесь есть. Ну, я здесь поставил Карасика. В данном случае у Карасика интересная кстати способность восстанавливать здоровье каждые пять с половиной секунд. Также увеличивает скорость передвижения. Ну, не всегда это можно, скорость передвижения, но как дополнение к восстановлению жизни очень кстати. Так, давайте еще раз прокачаем руны. три девятьсот и четыре тысячи этих самых синих кристаллов. В принципе, не так уж и много, согласитесь. В данном случае не хватает манны. Ну, давайте зайдем сюда и посмотрим, сколько мы получим сейчас этих самых синих кристаллов. Так, ну, я, по-моему, их уже собирал сегодня, поэтому двести, да, а сколько нам дает шахта кристаллов? Кстати, что насчет шахты кристаллов? Пятьсот в час, то есть за десять часов пять тысяч получаем. Что касается шахт, максимальный уровень пятнадцать, вот, а максимальный уровень боевого алтаря десять. Так, на всякий случай. Как лучше всего проводить улучшения? Улучшения лучше всего проводить постепенно. То есть не докачивать какую-нибудь одну, вот шахта кристаллов, шестьсот двадцать, какую-нибудь конкретную шахту, там, или алтарь до максимального уровня. Вот, а постепенно все по кругу, так сказать, увеличивать. Вот смотрите, сорок кристаллов и, соответственно, на шесть тысяч четыреста становится у нас хранилище. То есть в десять раз. Если производство шестьсот, то хранение шесть тысяч. То есть на десять Здесь добавляем 40 1200 красных кристаллов Прирост увеличивает на 40 Теперь смотрите 1500 Прирост увеличивается тоже на 40 Поэтому Нет смысла Переплачивать Постепенно все алтари улучшаются По кругу Улучшили Потом следующий уровень Также и с шахтами Почему качнул 15 уровень Чтобы посмотреть будут ли Уровни еще дальше Но как оказалось 15 это максимальный уровень Что же касается команды Давайте сейчас ее немножечко Отредактируем Уберем отсюда вот друида Он уже не нужен нам И поставим нашего капитана Дрейка Так вот у него 120 уровень Пока слабенький еще как я вам уже говорил Я его только сегодня поставил Поэтому Получилось то что получилось И попробуем его в деле Так Вперед Вот такая вот здесь команда Сразу нати вам И заморозку И пушечный залп Опять всякие пушечные залпы Заморозки То есть по сути Мы обездвиживаем противника И наносим ему урон Пришествие демона Собственно в прошлых выпусках Вы могли уже видеть Как мы побеждаем Для того чтобы его победить Необходим Очень хороший Сильный друг В одиночку победить демона Практически нереально Так как уровень демона Всегда высокий Жизни запаса у него Очень-очень много Вот И сделать это в одиночку Вам может даже времени не хватить И попыток Все конечно же зависит От вашей Прокачки От уровня Вашей силы Так Ну демонов глушить Очень-очень полезно Дают всегда Какой-нибудь Хороший мешок рун Там ключи иногда дают Золотые И красные кристаллы 450 Было помню Мне даже 150 Как-то дали А было как-то И 1100 По-моему даже так Ну здесь Собственно все Да Так Что же еще Я вам хотел рассказать О капитане Дрейке Так капитан Дрейк Вот Насчет арены Войти Выбираем Давайте вот этого чудика выберем Так Скорее всего мы здесь проиграем В этом бою Но сейчас не об этом Сейчас о том Как нам Использовать капитана Дрейка Где он Не могу понять Где он Не видно его Раз Два Три Четыре Пять Вот здесь Это же должен быть 120 уровень Быть может еще Не Не обновился Еще раз Редактировать А Вот здесь Вот мы его не выбрали Точно Точно Так Уберем сейчас Этого чудика И поставим Этого Так же Сделаем И в защитной Команде Уберем опять же Этого Этого Поставим Этого Так Редактировать Атакующая команда Защищающая команда И размещаем Героев Убираем Нашего Товарища Ставим Этого Чудика Ок И теперь Нападаем Давайте Этого Попробуем Тоже Сильный Но Как говорится Уровень силы Еще не означает Что Ты сможешь Победить Это уже Не один раз Было доказано Вот смотрите Как Удачно Сработал Талант Дрейка Причем Что интересно Талант Дрейка И таланты Малыша Ника Как они Удачно Срабатывают Замедляют Вражеского Героя Даже Нескольких Так сказать И Быть может Мы сейчас Даже И Сможем Победить Вот и Все Все что Необходимо Было Сделать Это Первое Не встречаться С вражеской Командой И И Второе И Использовать Этих Замечательнейших Героев Так Ну что ж На этом Пожалуй Все Если вам Понравилось Это видео И оно Стало Для вас Полезным Ставьте Лайк И подписывайтесь На наш Канал Также Все Видео О Игре Битва Замков Вы сможете Найти В отдельном Плейлисте На моем Канале Ну что ж До встречи Ждите Следующих Выпусков И Я надеюсь Мне Удастся Вас Приятно Удивить Пока Пока